Здарова, райдеры! Это канал Велосклад. Я Макс Морель, и это наш подкаст, который называется «Пока». Подкаст в кармане. Подкаст, потому что вы можете выключить экран мобильного телефона, положить его в карман и наслаждаться моим обществом. Ребята, сегодня рассматриваем такую тему. Чем отличается дорогой велосипед от дешевого? Вообще, зачем нужны эти дешевые велосипеды? Вот делают их и делают. А для какой матери, непонятно. Итак, старое, доброе, понятное клише. Все дешевые велосипеды – говно. Ну, как бы, это так принято, среди велосипедистов так было, так есть и так будет всегда. Не мы это придумывали, и не нам остановить, наверное, этот каток. Но мы постараемся разобраться с этим катком, но так, чтобы вы, наверное, не накидали, да, опять «Ох, ясно, нам впаривают какую-то дичь, пойду и отсюда». Сразу выключил, как только мне сказали, что нормальный велосипед может быть дешевым. А ведь может или не может? Но давайте не будем ставить сразу в приоритет задачу прямо доказать это все. Потому что без разницы абсолютно, что бы я ни сказал, как бы ни сказал, сколько слов бы я ни произнес, плюс, если у вас есть свое законченное мнение, окончательное, бесповоротное, оно сохранится. И то, что я скажу, вряд ли даже заставит вас задуматься. Поэтому, наверное, нет смысла здесь особенно спорить глубоко, потому что мы будем говорить о вещах, ну, можно сказать, довольно субъективных. То есть, есть как бы научная составляющая, от которой никуда не денешься, с которой не поспоришь. Есть составляющая чисто покупательская. То есть, за какими-то ковришками делают велосипеды недорогими, и почему-то у этих недорогих велосипедов есть аудитория. И достаточно широкая, как ни странно. Для чего создаются дешевые велосипеды? Ну, прежде всего, давайте разберемся с клише про говно. Ну, понятно, что недорогой велосипед не может и 10, наверное, процентов сделать от того, что может сделать дорогой велосипед. И, естественно, что для того, чтобы он был доступен на рынке, его делают из материалов максимально недорогих. И это нормально. Например, рама может быть выполнена из стали. Почему? Ну, потому что ее просто дешево создать. Ее дешево обработать, можно быстренько ее сварить и не париться. С алюминием приходится гораздо сложнее. Придется повозиться. С титаном, ну, наверное, об этом не будем, потому что титановые велосипеды не являются все-таки чем-то массовым на рынке, в отличие от алюминиевых. Карбончик все то же самое. Технологично это все дороговато, трудоемко. Хотя штампуют, штампуют, штампуют. Следующий параметр, который можно найти на дорогом велосипеде и не обнаружить, ну, или обнаружить в маленьком проценте на дешевом велосипеде, это, конечно же, качество. Что это такое пресловутое качество? Тут качество, там, сям. Ну, вот информация из Википедии. Качество – это совокупность свойств продукции, определяющих степень пригодности ее для использования по назначению. Ну, грубо говоря, если у вас есть велосипед, то как долго он может быть велосипедом и не превращаться при этом в груду металлолома? Соответственно, качество также штука, которую можно все-таки контролировать. Есть понимание контроля качества. Ну, например, можно из 100 готовых велосипедов достать 10 коробок, собрать велики, покататься, посмотреть, насколько оно все удачно работает. А можно забить на это болт и просто тупо отзывы посмотреть по всей продукции в течение сезона. Как много люди жалуются, что там наши контрагенты говорят по браку и так далее, и так далее. И в итоге мы получаем примерный пул вещей, над которыми стоит поработать. Ну, это, соответственно, испытания на потребителей. Это не всегда хорошо, но это доступно, и поэтому мы можем не внедрять большое, не инвестировать, простите, большое количество денег, экономить, экономить, и тогда велик будет недорогой. Но вы будете сталкиваться с какими-то скрытыми дефектами, с браком в том числе. Вообще, логика какая при создании дешевого велосипеда? Это, в общем-то, следующий параметр. Кроме того, что он должен быть дешевый, он должен отвечать тем задачам, для которых он был, в общем-то, и создан. Если вы создаете простейший велосипед для человека, который совершает небольшие пробеги, ну, скажем, он катается не больше 50 километров в месяц, скорее всего, его задача будет проехать просто из пункта А в пункт Б, например, доехать из магазина домой, из дома в магазин. И в таком случае у велосипеда задачи достаточно простые. Он должен просто ехать и все. Ну, желательно при этом поменьше ломаться, плюс-минус как-то работать по переключению передач, там, чтобы вилка как-то там пружинила и так далее, но это уже нюансы. Самое-то главное – доехать. Выполнена задача? Выполнена. От велосипеда не требуется... Следующий нюанс. От велосипеда не требуется какой-то серьезной настройки. Ну, в отличие от велосипедов более дорогих, потому что дорогие велосипеды, понятно, что приобретаются людьми, которые совершают, скорее всего, пробеги гораздо больше, ну, скажем, 100 километров за день человек может проехать. В этом случае он будет искушен и дорогой, и свойствами велосипеда, и, скорее всего, ему захочется иметь какие-то настройки, какой-то диапазон для того, чтобы свои задачи выполнять более комфортно или более продуктивно. Ну, правильно же? Ну, скажем, если мне выпадает какой-то вариант проехаться по асфальту, и я знаю, что 70% своей жизни я катаюсь по асфальту, зачем мне брать велосипед с толстенными колесами, с огромными жирными такими покрышками зубастыми, и ездить при этом по асфальту? Нет, есть такие люди, я не осуждаю. Каждый, кто как хочет, так и катается. Вопрос не в этом, вопрос в том, что нужен ли мне вот этот вот наворот, если у меня пробеги по асфальту. Соответственно, я ставлю себе задачу, ну, не себе, велосипеду все-таки, правильно, да, чтобы он имел набор необходимых мне на таких вот участках свойств. Ну, какие? Хороший накат, чтобы вся моя энергия педалирования уходила непосредственно в скорость. Ну, и, скорее всего, мне вряд ли понадобится амортизатор, ведь все-таки я езжу по асфальту, мне гораздо важнее сохранить скорость и иметь динамику, динамичный, юркий, быстрый, легкий велосипед. Это уже не соотносится с вилками и прочей, прочей, прочей. Я хочу иметь вариативность какую-то, я хочу иметь какую-то гибкость, какие-то настройки я хочу иметь. И в этом смысле производители внимательны к тому, чтобы все регулировки, настройки велосипедов выполнялись, самое главное, легко. Если на дешманском велике довольно сложно подстроить там седло, правда, это связано с тем, что не всегда на дешевых велосипедах узлы собираются таким образом, чтобы в них было легко влезть новичку, что-то покрутить и быстренько под себя настроить. Но в то же время с пониманием относятся к настройкам на более дорогих профилирующих велосипедах. Если отходить от шоссе и уйти в МТБ, ну, на простых примерах мы можем говорить об амортизаторе. И это, кстати, следующий нюанс, о котором пойдет речь. Амортизатор в дорогом велосипеде, в велосипеде, который предназначен для каких-то серьезных задач, для спусков или для того, чтобы кататься по пересеченной местности, но кататься эффективно, быстро, чтобы велосипед мог хорошо срабатывать на всех неровных участках и давать вам возможность проявлять свои физические достижения, а не чудеса эквилибристики, объезжая ямы. Ну, как минимум, самые мелкие, чтобы вы не объезжали. Вы будете заинтересованы в том, чтобы этот амортизатор, помимо того, что хорошо бы работал отзывчиво, четко и информативно, так еще бы хорошо, чтобы он все-таки имел широкий диапазон гибких настроек. Потому что вы знаете, что когда вы катаетесь быстро, вам нужна динамичная работа амортизатора. Быстрая, хороший, четкий отскок. Иногда вы понимаете, что здесь все-таки какие-то горки, пригорки, перегорки, нет такого большого количества кочек, или вы решили покататься размеренно, и, соответственно, отклик вам нужен не такой яркий, не такой резкий. Вы хотите подвеску сделать чуть помягче, чтобы просто кайфануть и попружинить. Вы же не будете носиться, и ваша раскачка не будет такой вот заметной. В то же время человеку, который катается на небольшие километражи, едва ли будет интересно вообще полазить в этой вилке и что-то там покрутить и поднастроить. Даже ребята, которые, в принципе, катаются много, не так уж много из них людей, которые действительно с интересом лазают на стройке своей вилки, и залезая вдруг, они понимают, что действительно им надо что-то здесь покрутить. И я уверен, что среди ваших друзей, скорее всего, такие ребята тоже есть. Вроде какая-то крутилка, вроде с ней что-то можно делать, а что с ней делать, непонятно. Вроде вилка стала пожестче, и, наверное, от этого я буду быстрее. Ну, нет, не совсем это так не работает. То есть понимание того, зачем тебе амортизатор, оно все-таки должно быть. И вы амортизатор настраиваете под свой трек, под свой маршрут, или под те задачи, которые вы перед ним ставите. Это может быть и туризм. Возможно, вы в туризме тоже ставите какие-то задачи перед амортизатором. Ну, скажем, вы катаете 90% туризма по асфальту, и в таком случае задача амортизатора у вас одна простая, чтобы его там не было. И в этом случае вы берете жесткую вилку, понимая, что она и легче, и проще, и не надо о ней заботиться, и она, в общем, стоит, и вы, в общем-то, едете. На дешевых велосипедах могут быть амортизаторы, но они, как правило, не обладают настройками. Ну, вот просто они незачем. Вы же все равно туда не полезете. Зачем туда тогда усложнять это все? Нам надо сделать велик доступный. Он едет из пункта А в пункт Б, и у него больше других задач никаких нет. Ну, кроме одной, еще одной важной, не умереть по дороге. И поэтому оснащается самым простым амортизатором. То, что в народе именуется эмитатором, эмулятором. Называйте, как хотите, но просто в одной ноге засунута пружина. Она пружинит, она колеблется, она ничем не останавливается и продолжает потихонечку затухать. При этом у вас вилик как-то качается, при этом вы что-то чувствуете, и люди считают, что вилка в этом смысле должна быть мягкой, и тогда им будет хорошо. В принципе, да, эта версия не лишена смысла. Если вы едете размеренно, никуда не спешите. Наверное, вам и не нужна динамическая отработка, никаких неровностей. Вам нужно, чтобы было плюшево. Оно плюшево. Когда я скатывался по лестнице для своего шортс на одном из самых дешевых велосипедов в магазине, стоимостью до 20 тысяч рублей, при этом у него было две подвески, скатываясь по лестнице, я понял, что в принципе все хорошо, велик устойчивый, только скользкие покрышки, но и вилка. Вилка, которая помешала мне выполнить мою задачу. На лестничном пролете она прожалась слишком сильно, и как-то не сильно уж охотно собиралась возвращаться в исходное положение, из-за чего передняя часть велосипеда загрузилась больше, жопа оказалась выше головы, слишком высоко, и пришлось какое-то время потратить секунды для того, чтобы равновесие поймать и уже проехать. Следующий параметр, на который обычно плюют все с высокой колокольни, это, конечно же, покрышки. Друзья мои, ничто не делает такую вот замечательную яркую каталку, как покрышки. Меня уже подкалывают потихонечку в сети насчет покрышек, потому что я их очень люблю и очень старательно всем навязываю поменять покрышки. Но правда поменяйте покрышки, потому что вы почувствуете совершенно другой велосипед. Если вы хотите за одну покупку изменить всякое состояние велосипеда, покупайте покрышки. И покрышки, как правило, на моем веку, на моей памяти брали люди, которые реально понимали, что они хотят от катания. Покрышки, конечно, бывают достаточно дорогие. И стоковая резина редко когда бывает хорошая, за исключением прям совсем хороших велосипедов, когда вы берете в стоке прям конкретный фарш и знаете, что будете из него жарить хорошие котлеты на треке. А вот если вы берете велосипед середнячковый или дешманчик какой-нибудь, ну, конечно, там будет резина как резина. Потому что ребята в маркетинговом отделе знают, что на резину вы смотреть не будете. Поэтому они ставят просто то, что ставят. Ну, либо еще какая-нибудь хорошая бы надпись там была. Например, если там будет написано «Кенда», даже если это будет самая, ну, самая наипростейшая модель «Кенда», какая разница? Ведь написано же «Кенда», значит, надо брать. И на велосипедах, к сожалению, очень часто так бывает. Ну, написано же «Шамана», «Шамана» надо брать. Следующий параметр, на котором пойдет речь, на котором хорошенечко так экономят, это, конечно же, навесное оборудование. И в этом смысле я реально не понимаю, зачем на дешевых велосипедах ставят 18 скоростей, 21 скорость. Куда им столько? 9 скоростей с головой хватит. Зачем такой диапазон? Новички редко когда врубаются вообще, зачем им надо эти передачи иметь? Мне дядька говорит, у меня в машине их 7, а здесь их 27, что ты с ними делаешь? Понятное дело, что человек прошаренный понимает, что есть некий диапазон. И когда он едет со средней скоростью, там, 23 км в час, он хочет держать эту скорость. И вдруг меняется рельеф. Например, он идет в подъем, но при этом он сохраняет каденс. Как сохранить каденс, но при этом... Не умереть. Естественно, понизить нагрузку. Тогда вы ставите передачу чуть пониже, каденс у вас сохраняется, сохраняется, конечно же, скорость у вас немножечко падает, но вы прикладываете одинаковые усилия, не умираете, делаете понижайку, идете в подъем. Вот так это и работает. И диапазон подбирают тоже очень грамотно, так, чтобы вы могли этот каденс сохранить, перескочить на следующую передачу, чтобы у вас не было жесткого повышения нагрузки. Они делают диапазон так, чтобы у вас повышение нагрузки было постепенным, чтобы во время прохождения тех или иных маршрутов на время у вас не возникало такой вот неприятности, когда раз и нагрузка вдруг резко повысилась, раз или она понизилась, и вы, раскрутив дико педали, вдруг потеряли равновесие, баланс. Такое тоже бывает, если передачи подобраны хреново. Такие разбросы между одной и другой передачей как раз встречаются чаще всего на велосипедах дешевых, потому что там, скорее, передачи нужны не для поддержания там одинакового каденса, да, чтобы у тебя сердечный ритм как был, так и остался, чтобы ты не умирал. Новичку надо просто заехать в горку, в эту гребаную горку ему надо просто заехать. И чтобы туда заехать, а не идти в нее пешком, ему нужно понизить передачу. К сожалению, не все новички это понимают, но те, которые понимают, они прошарились и действительно не понимают, что на понижайке в гору подняться гораздо легче, чем толкать велосипед пешочком. Поскольку новичку не так часто нужно переключать передачи, и у них задачи совершенно просты, подняться в горку, скатиться с горки, какую-то комфортную себе поставить передачу, чтобы спокойно ехать себе по равнинке. Соответственно, если у них будет сильная разница между одной и другой передачей, скорее всего, они этого не поймут и не почувствуют. Но у меня были такие вот негативные ощущения, когда я катался на Кубе с ременным приводом. Там диапазон был, ох, какой страшнющий. Но не все об этом говорят, и, наверное, немногие меня сейчас поймут, поэтому можете писать гневные комментарии. Наверное, здесь мы с вами никак не сойдемся. Как я уже говорил, это сугубо проблема личностного опыта. Опыта, который либо есть, либо его нет. Следующий момент, на котором экономят. Чтобы создать велосипед, доступный по деньгам, необходимо нифига не вкладывать в рекламу. Ну, правда, ну, как бы что-то надо, да, он же все-таки должен как-то продаваться, но можно так сильно не париться, как в случае с крутыми брендами. Потому что крутые бренды все-таки продают не або что. Они продают то, с чем они работают. Причем работают как бы через своих прорайдеров, как правило. Есть группа людей, которые по предварительному сговору на тех или иных рамах, на тех или иных комплектующих совершают соревновательный процесс. И в этом соревновательном процессе стараются получить какие-то призовые места. Потому что за достижения такие, естественно, помимо дивидендов в виде, ну, каких-то призовых, но обычно это какая-то такая не сильно серьезная история, приходят самые главные дивиденды. Дивиденды так называемой рекламы. Потому что когда все видят, что чувак на этом велосипеде все время берет первые места, значит, велосипед-то какой-то у него необычный. Конечно! Кого там интересуют его тренировки? Кому там интересен курс его питания? Зачем нам жрать морковку? Не, надо взять велик, как у него, и тогда я буду вот такой. Я приеду на покатушку, сокатальцы увидят, ну и сам по себе велик, если карбоновый и хорошо заряжен, конечно, он вам дает преимущество над другими райдерами. Но то преимущество, которое дает физуха, вам не подарит, наверное, ни один велосипед. Он поможет вам раскрыть ваш физический потенциал, но делать за вас вряд ли он что-то будет. За исключением электровелосипедов. Здесь, да, пожалуйста, ставьте электропривод, и неситесь, и наказывайте всех электросамокатчиков и электрокурьеров. Они этого заслуживают. Наверняка я упустил еще массу вещей, но уже получилось 19 минут, а я и так старался все это подавать как можно более рафинированно, сжато, но получилось нерафинированно и раздуто. Но, тем не менее, я считаю, что у дешевых велосипедов есть право на жизнь, потому что если они закрывают те потребности, которые имеет человек с небольшим количеством денег, то они имеют право на существование. Естественно, мы их считаем говном, потому что их невозможно настроить, на них невозможно кататься так, как мы хотим, на них очень сложно съездить, выполнить просто простой спуск с лестницы, ну, это правда, довольно такая щекотливая история получается. Они могут подвести в самый неподходящий момент, потому что есть возможность скрытого брака, контроль качества не всегда такой вот пристальный и серьезный, как на брендах, которые действительно берут много денег за свой бренд. На них может быть какая-то простецкая навеска, на них может быть навеска, которую вы даже не знаете, и помимо того, что за ней надо будет внимательно ухаживать и следить, возможно, ее придется еще и менять. Но на коротких пробегах они, как правило, не доставляют никаких проблем. Да, они тяжелые, но какая вам разница, вы все равно ездите по равнине. У них странный диапазон передач, я считаю, можно было бы не платить за 21 передачу, поставить 9, и было бы круто, поэтому если бы я был велосипедистом выходного дня, на 10 километров в сутки, я бы брал себе велик с 7 передачами, чисто, чтобы заехать в гору. И, конечно же, амортизаторы, которые... Зачем они там вообще? Я бы ставил жесткую вилку, потому что она меньше весит, потому что она не создает проблем, если пружина там лопнет, придется делать этот головняк, и просто придется менять этот амортизатор, и какой бред покупать на велик до 20 тысяч рублей, еще и вилку тысячи за полторы, даже будет жалко это сделать. Поэтому я бы это тоже выкинул в топку, но поскольку рынок делает то, что ждет от него покупатель, они ставят туда 21 скорость, они ставят вот эту вот пружинку вам. Получите, распишитесь. В любом случае, помните важную вещь. Рынок формирует спрос. Если есть спрос, значит, есть предложение. Поскольку эти велосипеды пользуются спросом всегда, а шанбайки были всегда в цене, они всегда были хорошо продаваемыми, не было никаких проблем с тем, чтобы слить ту или иную партию, что редко когда происходит с дорогими велосипедами, потому что там уже подход более внимательный, более серьезный, ну и редко когда такие штуки висят на полке просто потому, что они, ну знаете, не рентабельны. Нет, они долго висят, потому что они дофига стоят. И они просто ждут, когда появится тот самый райдер, который точно знает, зачем ему велик за 500 тысяч. Он знает, что кой сек, он умеет правильно настроить все воздушные амортизаторы, и он отправляется на нем кататься туда, для чего этот велик был создан, в город. Да не, ну кайфовый, кайфовый, конечно. Это что, царапка? Давайте, знаете, давайте сделаем вам скидку хорошую. Да ладно! Я все равно в горах его ушатаю. Все, я на кассу! Поэтому, выбирая велосипед, думайте прежде всего о том, чего вам не хватает. Зачем вам этот велосипед нужен, и каким образом он мог бы закрыть ваши потребности. Помните, что понты, конечно, дороже денег, и круто иметь на переднем тормозе диск размером более 200 миллиметров, да? Тормозной. Я такое видел. Для равнинных покатушек это очень странная история, но, наверное, это прикольно, это, наверное, так же круто, как 21-е катки у машины. Не знаю. Но есть и такие вещи. Поэтому, если вам такое нравится, наслаждайтесь. Но помните, что дешевый велик, если он выполняет свои задачи, пусть и будет. Хоть и мы его считаем говном. Лично мне пофигу. На чем человек катается, на чем он получает удовольствие, на том он и молодец. И я Макс Морель, это канал Велосклад. Катайтесь на чем угодно. Помните, что решает не ваш байк, а ваши ноги. Поэтому прокачивайте физуху, а не велосипед. До новых встреч.